привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур как вы я думаю прекрасно знаете потому что что же вы начали делать на этом канале да и вы смотрите очередной пятничный подкаст который выходит опять не в пятницу и он не могу сказать что особо очередной потому что по сути если так подумать то последний подкаст у нас был еще по-моему до того как я в москву ездил я этим не горжусь тем не менее каждый день практически это уже входит в тенденцию это уже превратили превращается в систематику каждый раз когда ты собственно садишься записывать подкаст что-то происходит и ты в итоге не можешь записать нормально и поэтому соответственно последнее время у не было кайска из виноват но тем не менее как видите подкаст итоге вышел наверное есть вот этот видео действительно все-таки получится короче говоря сегодня какое-то странное настроение но тем не менее в общем подкастов было мало но это не от того что нам не о чем было поговорить говорить нам всегда есть о чем и за эти две-три или даже месяц короче говоря за это время произошло достаточно много интересных событий на самом деле не то чтобы они все были очень важными они все просто такие в общем о них интересно вспомнить и соответственно интересно забыть но самое главное хотел бы сразу извиниться перед алиной который прислал уже давно-давно посылку которая хотела бы показать вам на анбоксинге это та самая девушка которая нам прислала как вы помните наверное девочку из pain you drive помните такую игру собственно там девочка на качелях и это была одна из самых лучших работ из тех что мне вообще присылали так вот ее вторая посылка находится у меня уже порядка где-то наверное месяца еще опять же до того как я куда-то уехал она собственно лежала но я ее вот именно по этой причине не мог скрыть ну просто потому что я должен был показать ее вам поэтому я извиняюсь она уже реально тут лежит пылиться и мне очень стыдно за этот момент но в остальном принципе короче говоря мы и попозже посмотрим сегодня остальном в целом все хорошо то есть на канале идет примерно то что мне всегда нравится и то что нравится людям то есть разнообразные индюшки разнообразные прохождения по индюшкам разнообразные большие игры на которые мы делаем первые взгляды потому что игр больших достойных именно прохождение сейчас нет не то чтобы нет но нет именно настроение проходить определенные вещи допустим издатели последнее время присылают достаточно интересные проекты то есть джорни которые мы прошли вчера допустим потому что очень многие захотели увидеть как я прохожу и по второму разу а я сам дико проперся от первого взгляда и соответственно тоже захотел этим заняться поэтому получилось так что довольно в итоге оказались все спасибо за проявленный интерес будем дальше проходить разнообразные добрые игры лишь бы их был побольше конечно прислали год of war допустим очень хотелось посмотреть на обновленную версию смотрели получилось прикольно ну такая она по сути та же самая игра поэтому там рассказывать особо нечего blizzard присылали here is all the storm который по сути является игрой наподобие доты я такой они говорят вот игра посмотришь называется here is all the storm я такой окей такие она типа доты я такой окей это при том что я дота в глаза не видел и на самом деле большого желания меня не возникает на просто не фанат подобных игр в общем не знаю возможно я посмотрю она у меня уже давненько лежит но что-то как-то черт его знает димка помидор когда мы с ним встречались я тебя научу я дотку умею играть я знаю как там все работает надо просто играть засесть тебе объяснить как это все работает и собственно таким образом мы сделаем видео я такой ну ладно посмотрим и что-то короче как-то заглохла посмотрим пишите я думаю интересно будет посмотреть такого рода игры но в один разок на больше короче говоря на канале в целом все хорошо но сразу хочу сказать еще одна интересная я думаю для многих новость ведьмака я пока приторможу потому что я сейчас вам поведаю делал не в том что она мне как-то надоело или что-то тому подобное я даже не приторможу я где-то наверно пару-тройку деньков от него отдохну дело в том что на удивление ведьмак я думал что он будет созывать на просмотр себе в комментарии наиболее адекватную часть аудитории и там соответственно в комментариях будет нормальное обсуждение но практически под каждой серии идет срач причем каждый день срач на новую тему я уже боюсь под ведьмака заходить то это политота какая-то за политику на канале всегда баню причем все стороны в политике правых виноватых нет банить надо всех потому что на игровом канале политики не место то это на тему каких-то там расовых я не знаю ну там вот это вот расизм тому подобное что охренели что ли баним 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 заходишь каждый день на канал банишь банишь бани что на тему вот в самом последний это было консоли против пока там вот там до бабушек уже друг друга вспоминают буквально час отойдешь там такой срач я думаю господи и это в комментариях под ведьмаком это же не канал про майнкрафт какой-то где самые дошкалята собираются которые этим любят заниматься и тут такое вот в общем не знаю короче говоря подустал именно из-за этого я думаю денька на 23 где-нибудь со среды там четверга продолжим ну то есть денька на 23 с начала недели потому что сегодня не будет с понедельника так бы я уже начал ведьмака потому что у меня там с ним проблемы были с работоспособностью из-за того что патч ну как-то так работает новый патч выпустили короче говоря игра стала хуже работать до этого работала хорошо теперь работает плохо не знаю офигенно лучше ли по моему в общем где-то среду в четверг наверное я продолжу ведьмака потому что ну честно достал уже вот кто сидит я на самом деле всех вас люблю но временами вас люблю больше временами поменьше вот тут примерно тот момент в общем люди бывают разные иногда люди достают ну да ладно короче хватит негатив чека денчик давайте поговорим о чем-нибудь другом на канале сейчас очень много всяких индюшек нашли допустим игру 60 секунд 60 секунд игра которая при кажущейся вот этой вот простоте упоротости она довольно глубокая допустим во время второго захода я же думал блин там вентиляция короче наверху крутится я думаю а давай потыкаю в нее пальцем чё будет но она остановилась я думаю ну окей декорация декорация в итоге оказывается короче что из-за того что вентиляция выключена весь народ у меня начал болеть и в итоге дох как мухи а я даже не знал чего они болеют думаю блин все есть ружье есть топор есть там жратвы и вот ящик и бутылка воды огромная и они все как отдохнут я думаю что же с вами не так люди а ну вон как оказывается я думаю по быстренькому где-нибудь еще поиграем там не знаю понедельник вторник опять же потому что игра реально что-то зацепило и я смотрю народ тоже там ржет комментарии такие арты прикольные поэтому дело делает понравилось очень понравилось и я смотрю вам тоже понравилось так что продолжим и сделаем третий заход я постараюсь опять же на фаршировать команду ну то есть поставлю выживание пока там не будет реально что-нибудь прикольно с предметом а тот один раз запустил и короче там по предметам у меня был по-моему на полке лежали патроны все то есть выживай как хочешь не волнуй и это не будет интерес смотреть то есть я сделал что предмет было побольше чтобы соответственно действие было интересных побольше вполне возможно мы хоть раз там даже выживем не знаю посмотрим и очень много короче разнообразных мелких игр посмотрели помните тот бюджетный клон п.т который назывался continuously дело по трем этажам ходили туда-сюда и при том что игра выполнена была ну по сути так достаточно примитивно пугала надо удури вот это мне очень понравилось рейк рейк ну сама игра тоже была такая честно не очень ну то есть там были прикольные моменты но это все еще развивается дать ей еще полгода год и она будет реально похоже на что-то осмысленное пока что игра откровенно пустоватое и поэтому ну не знаю в общем все что я мог сделать с ней я сделал поэтому людям она очень понравилась люди говорят у прикольная игра продолжать сделай еще одно видео вы бы ребята знали каким трудом я сделал из этого откровенно стрёмного материала который я снимал вот допустим последний серию мне идет сколько там 17-18 минут по-моему эти 17-18 минут это все что я смог выдернуть из двух с половиной часов второй раз вот второе видео снимал два с половиной часа из них я смонтировал на 17 минут интересные достаточно игровой клип вроде как людям понравилось но не думайте что это так просто игра вот такая вот прям там постоянно какой-то шел на тебя кто-то нападает не тот не так игра пустая очень медленная очень тормозная монотонная какая-то вообще то есть и звуков там реально ничего нет пришлось свои звуки вставлять ну короче ну поняли кто не понял я посмотрю прикольно получилось людям понравилось монструм опять же монструм я не думаю что я когда-нибудь пройду монструм эта игра просто она такая то она меня видит и несмотря на то что люди очень многие пишут что ты как минимум два раза уже прошел то есть первый раз и такая насосик меня в руках сломался из-за этого я не смог накачать лодку а потом когда она все починилось уже монстр пришел то есть если бы успел починить то как бы я бы наверное убежал а второй раз и такая вертолет там я вокруг него круги бегал и просто из-за того что она была сделана не очевидно я из-за этого умер а так бы на самом деле куда-нибудь спрятался и уже улетел бы но как говорится есть один нюанс то есть даже если вы считаете что я эту игру прошел два раза я ее не прошел два раза потому что игра считается пройденной когда собственно ты улетаешь и появляется надпись ты победил или ты убежал я не знаю что там пишется я еще ни разу или проходил вот пока ее так не пройду я собственно не буду считать что я игру прошел но при этом на собственно монструм как он наверное видели в последней серии ну там конечно серии была такая где просто тупо не везло один химсвет попадал химсвет показал короче говоря монструм вещь такая которая по сути приедать тоже довольно пустая игра по сути единственное чем она тащит это атмосфере того что ну ты просто понимаешь что в любой момент может случиться какой-то лютый трешак просто и поэтому тебе постоянно страшно как ты понимаешь уже что вот этот монстр умеет вот то то этот монстр умеет вот то то это то то они себя вот ведут вот так ты можешь поступить вот так чтобы их избежать ты соответственно посмотрел думаю вдруг не записывается как его ты соответственно начинаешь бегать если вы помните поначалу когда запускал монструм я просто натурально носился туда-сюда и боялся вылезти из ящика теперь я просто тупо ношусь не потому что мне там страшно потому что я знаю что так я могу обогнать всех монстров от них убежать и последний раз вот я бы на самом деле наверное прошел бы игру если бы мне просто так не не везло ничего нет чашки и химсвет это все про что была последняя серия я думаю к ней еще вернусь и не раз пока я собственно не пройду но это будет не так уж прям скоро то есть под монстром надо настроение то есть игра повторюсь она уже искожена вдоль поперек я уже знаю где что находится поэтому просто нужно чтобы она подпала под настроение по-прежнему выходят ностальгирующие блэки мне очень понравилась эта рубрика и она понравилась вам мы смотрим старые игры с dreamcast с 1 соньки с сеги я думаю там одну игру посмотреть рпгшку неплохую но это все в планах компьютерные игры старые ну наверное да но не так много потому что я по сути все-таки был консольным игроком на можно так назвать в те времена далеки к блин дэнди сега то есть я рос на дэнди на сеги на первой соньки гораздо больше игры видел там чем собственно пока тех лет поэтому ну вот мне нравится больше играть на геймпаде там вот эти вот вселенные там сален хилл метр генерал гир файнал фэнтези таки ну короче все консольная я как-то к нему привык больше я думаю многие это успели заметить не знаю я думаю я буду показывать больше консольных игр потому что ну по моему из прикольный так что посмотрим и сегодня у нас кстати говоря выйдет еще одна прикольная вещь или уже вышло я не знаю когда это видео будет возможно до него будет ностальгирующий блэк сегодняшнего возможно после но короче говоря обещали что будет и собственно такие дела в ближайшее время покажу вам еще пару-тройку интересных хорроров прошли rainbow six вегас кстати с парнями был достаточно прикольно по моему ну то есть эту или душеньку и для тех людей которые говорили о чем вы все вместе снимаете опять поссорились для нифига просто как-то не сложилось шустрелы тем же опять хочу шустрелы снимаете ну не знаю мы с ним общаемся постоянно но как тот снять вместе что-то посидеть не получается не знает то до чертова знает короче говоря шустрелы парень клево не думать что мы там когда-то с ним ругались никогда не ругались все всегда у нас было хорошо иногда мы меньше общались иногда больше я не могу сказать что мы там какие-то друзья но мы постоянно на связи то есть отношения нас очень хорошие и по поводу собственно знаете чё давайте мы сейчас с вами откроем посылка потом продолжим разговаривать про всякое разное потому что мне в принципе вам еще про многое можно рассказать но я думаю что посылка все таки интересней хорошо вот такая вот у нас посылка собственно от алины и как я уже говорил предыдущая посылка была одной из лучших вообще вещей которые присылали к нам в музей капитал шоу игровой канал блэка то есть это девочка из pain you drive на качелях и ему показывал тося короче говоря мне даже очень интересно что собственно находится здесь но при этом чё при этом не знаю важно давайте просто открывать так вот собственно говоря что я хотел сказать я вспомнил пока скрывал в общем я помню тоже говорил во время подкаста но я хочу извиниться за то что эта посылка так долго добиралась до анбоксинга потому что тося пришла проверять посылку да потому что каждый раз когда собирался снимать анбокс подкаст что-то короче уже все каждый раз когда собирался снимать подкаст что-то случалось поэтому подкаст переносился на следующий день на следующую так прошел уже месяц эта посылка стояла буквально тут у меня за спиной грелых душ но при этом покрывалась пылью и соответственно груз на душе становился все тяжелее я ночами спать не мог временами даже плакал потому что я знаю что эта посылка она очень много для меня будет значить ну то есть так заранее поэтому давайте мы просто откроем и посмотрим потому что посылки это всегда хорошо короче говоря у нас тут две коробки первое она не страшный артур она белая и пушистая хорошо и 2 чуть побольше на которой написано открывать тут здесь походу что страшное хорошо сейчас я думаю мы собственно пошуршим еще а после этого уже все будет открыто и вот таким вау как он это сделал наверное это магия примите это музей кипятал шоу кольчик диск так ну все короче говоря написано открывать тут поэтому стало быть я стал открывать здесь но потом понял что тут открывать наверно все-таки лучше и давайте мы с вами господи и полно мать короче говоря я понимаю почему я не спал и плакал ночами давайте вам покажу более более подробно потому что это манекен я-то думаю я кстати давно уже удивлялся почему последних играх что-то нет особо модно манекенов помните раньше то есть боязнь то это из чего появилась из-за того что буквально каждый третий наверное хоррор который я играл там были манекены которые пинали били хохотали за спиной там и тому подобное вот из-за этого у меня появилась болезнь педиофобия как умные люди написали в комментариях последнее время что-то фантазию людей по ходу кончилось поэтому все что есть в хоррорах это разнообразные скримеры либо там дудилка который бегает который все-таки не такой стрёмный как манекен который за спиной постоянно меняет свою форму верно так вот манекен выполнен как манекен то есть великолепно и это еще одна прекрасная работа и я на самом деле хочу сказать большое спасибо там в тосе проснулся дьявол поэтому если вы слышите грохот на заднем плане то простите вот в общем такой вот манекен короче мне сказали что тут его не видно поэтому сюда переставил оператор меня так хорошо приступаем к 2 здесь вроде все будет попроще но нужно открывать поаккуратнее потому что как жалко у меня ножничек нет алина столько времени тратит на упаковку вы только посмотрите она сама вручную все эти коробочки притом не просто делаю это офигенно делаю она не страшная она белая и пушистая на открой увы вы только посмотри сейчас фокус представляете он как настоящий Капец, я реально испугалась, когда открыла. Он как настоящий. Вот это реально... Запусти, Тось. Это реально пипец. Знаете, у него даже вот эти волоски жесткие. То есть он настолько... Не, на самом деле, шучу, конечно. Блин, я даже не знаю, что мне больше нравится. Что тебе больше нравится, Даша? Не знаю, мне все нравится. Мне все нравится примерно одинаково. Но манекен мне нравится, потому что он просто клевый. Вот этот реально такой отвратительно клевый. Я ненавижу пауков и манекенов. Что я еще ненавижу? По-моему, у меня дома собрались все страхи, работа. Слушай, это же реально, людей пугать нужно. Можно я его себе заберу на струн? Люди, в комментариях напишите, можно ли, чтобы Даша забрала это себе на стол. У меня подсвет стало. В общем, работы обе, никто и не сомневался, что они будут великолепны. Они просто реально шедевры. Очень, очень круто. Спасибо тебе большое, Алина, потому что ты реально делаешь нашу жизнь светлее. Это шеф, ладно. Куда его ставить? Короче говоря, вот такой вот анбоксинг. На самом деле сегодня одна посылка, но зато какая, да? Это просто обалдеть. Во многом это связано с тем, что мы переехали, и, соответственно, пока у нас там с адресом проволочки, поэтому посылок не так много. Но те, что приходят, это просто победы вообще. Не знаю, это, наверное, одно из, если не самое, ну, одно из самых лучших точных коллекций. То есть вот этот набор из трех вещей, это настолько качественно, что просто не передать словами. Вернемся к остальным темам подкаста. Для начала давайте подытожим. То есть, по сути, все совсем резко стало неинтересно, все уходит. В общем, у нас с вами отдохнем немножко от Ведьмака, потому что там себя зрители плохо ведут. Где-нибудь до среды, до четверга. У нас будет 60 секунд. Восказательный знак, наверное, где-то в начале недели, там, понедельник, вторник, я его, собственно, выпущу дальше. Пишите, собственно, что вы думаете по поводу ностальгирующего Блэка. То есть, какие игры вы хотите там увидеть. Повторюсь, я отдаю предпочтение сам лично. Больше кто-то говорит, что я сижу в трусах. Нет, я сижу в шортах. Я думаю, в шортах хожу. То есть, не подумайте. Это там в комментариях меня уже начали одно время ругать. Ничего подобного. А если бы даже в трусах сидел, что такого? Вон сколько раз было, показывали, там люди, новости идут. Внизу у них там джинсы, шорты. А сверху делаю костюм. Все равно же не видно, какая разница. Вот. Короче говоря, не знаю, у меня прям настроение так поднялось. Я получил, я какой-то был такой сонный. Ну, как обычно. В общем, я сейчас зависаю. Кстати, в то время, пока я не записываю и пока не занимаюсь своими основными делами. Я сейчас недавно на Xbox One давали, собственно, Assassin's Creed Black Flag. Вот. Я его скачал. До этого, короче, я вам хотел рассказать по поводу игры Batman Arkham Knight. Ну, Knight. То есть, по сути, Arkham Knight. И Arkham Knight это как игра слов. То есть, одновременно переводится как и Рыцарь Готэма. И, соответственно, Ночь Готэма. И это, по-моему, прикольно. Так вот, мне интересно ваше мнение по поводу этой игры. Я думаю, ни для кого не секрет, если он игрой интересовался. Так, ножик, пусть лежит. Что игра, она пока вышла не очень. То есть, у обладателей топовых конфигураций она, в принципе, работала вполне себе сносно. И у меня в том числе. То есть, я делал видео по этой игре. Мы сколько там, 4 серии, по-моему, сняли. И в целом там все работало нормально. Но на компьютерах средне-минимального, среднебюджетного, примерно, сегмента, эта игра практически не работала. Там даже вот эта вот песня была, 6 кадров, и тому подобное, и прочее петросянство. Короче говоря, но пока игра работала плохо. И после этого, когда я начал игру проходить, я понял, что мне просто в нее тоже некомфортно играть. Или, кстати говоря, вернул за нее деньги. Там всем, кто был недоволен игрой, возвращали за нее деньги. Но при этом у меня игру из библиотеки не забрали. То есть, и деньги за игру вернули, и при этом игру из библиотеки не забрали. Что-то как-то странно, в общем, получилось. Что-то, наверное, глюкнуло у них там. Я бы им отдал, но зачем? Осталось, ладно. В общем, я хотел сказать вам не по поводу качества игры на ПК, то есть качество порта. Порт, на самом деле, так себе вышел. Потому что у меня там временами были фрезы, такие, что игра замирала секунды на 3-4. У меня был не прогруз текстур. То есть, временами половина текстур была, ну, просто их тупо не было. Там было мыло сплошное на полу, там, на стенах и тому подобное. Пару раз были серьезные вылеты, там, подобное сглаживание вырубалось, и были даже зависания. Короче говоря, за два дня игры я познал достаточно много всяких приколов, поэтому игра мне при этом безумно понравилась. После этого взял игру на Xbox One, у меня в зале стоит Xbox One. И вот в свободное время я там пилюсь в игры. И вот буквально позавчера я прошел игру на 99%, в общем. Там остались только загадки-загадочники, и то в большей части из них я решил. То есть, что я вам хочу сказать по поводу игры. Я хочу ее с вами обсудить. Batman Arkham Knight, это, по-моему, самое крутое творение Rocksteady, ну, которое занималось, вот, собственно, играми про Бэтмена последними. Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins. Это делала другая контора, но в итоге Rocksteady переняли их опыт. И то, что было прикольно, в Arkham Origins они взяли и в Arkham Knight. Так вот. Я что-то даже прокашлял сегодня. Что-то запахался, устал, пипец. Плохая неделя была. Короче говоря, сюжет в игре. Самая главная проблема Arkham Knight, это то, что в ней открытый мир. То есть, если вы будете двигаться чисто по сюжету, то для вас эта игра станет, как для меня, одной из главных игр года. Потому что я небольшой фанат Бэтмена, на самом деле. Ну как, мне нравится. Комиксы, но по вселенной Бэтмена я, собственно, я с ней знаком по фильмам. Ну вот эти вот там, я не знаю, с 89-го, по-моему, первый фильм вышел. И до наших дней вот эти вот Нолановские фильмы. Знаком по играм про Бэтмена. Да и все, в принципе, комиксы я практически не читал. Потому что, ну, я не знаю, к тому моменту, как, собственно, у нас стали доступны эти комиксы, у меня уже интерес вообще к этой тематике комикса в целом иссяк. И мне было неинтересно. Но тем не менее, даже меня, такого небольшого любителя вот этой вселенной, игра реально просто проперла. Потому что пафос, эпик, офигенный сюжет, много крутых сюжетных поворотов и такая постановка, что просто, я не знаю, не передать словами. Именно в плане сюжета, игра, сюжета, постановки, ну, вот, в общем, всего сюжетного повествования, которое, в принципе, и должно было быть, по-моему, по моему мнению, игра просто обалденная. Мне очень понравилось. И несмотря на то, что основная интрига, кто же такой рыцарь Архима, она, ну, становится понятна буквально там через полчаса игры по сюжету, ты уже начинаешь понимать примерно, кто же такой. Ну, если хоть чуть-чуть знаком со вселенной. То есть я это сразу выкупил, а для некоторых я там смотрел, это был настоящий шок, что вот, блин, Архим, рыцарь Архима, это вот тот-то, тот-то там, это пипец был. Не знаю. В общем, от начала до конца Архим Найт это великолепная игра в плане сюжета. В плане геймплея игра устарела и уже играется, честно говоря, немножечко вот так вот. Боевка, реально. На нее довинчивают новые приколы, типа там Деструктора и тому подобных, там взлом камеры и тому подобное. Но на самом деле уже приелось довольно сильно. Новые враги, которых нельзя бить, потому что их постоянно шарашит током. Что вообще? Враги с щитами, конечно, были, но когда на тебя одновременно три врага с щитами нападают, два электрических, два с электрическими палками, которых ты тоже бьешь, тебя током бьет. То есть пока ты их там не шарашь, не шарахнешь током, пока они не упадут, ты их бить не можешь. Это немножечко уже попахивает бредом. Но тем не менее, именно в плане геймплея, конечно, вот это вот все дрочиво, оно играется довольно интересно. Но быстро приедается. Боевка в игре мне понравилась не сильно. Я ее просто пересиливал, потому что мне был дико интересен сюжет. Боевка на танке, ну то есть на бэтмобиле, тут его превратили реально в танк, приедается буквально через пару часов. При этом в игре, тем более, если ты хочешь пройти игру на 100%, тебе придется столько покататься на танке. И вот эти вот моменты, когда ты ездишь на одном танке, и тебе нужно там, допустим, ты бомбу разминируешь, и на тебя со всех сторон налетает 50 танков. Причем большая часть этих танков, они разрушаются с парой-тройки попаданий. Причем половина еще там ракеты пускает, которую надо пулеметом сбивать. Со всех сторон тебя окружили. Это играется странно. То есть поначалу нравится, где-то к середине игры это уже начинает раздражать, под конец уже приходит смирение. Потому что игра, ну реально, как-то, я не могу сказать, что она стала лучше с добавлением бэтмобиля в игру. Разнообразнее, да. Интереснее. Не знаю, загадки Ридлера это самое главное, что портит вообще игру, по-моему. Ну и, в принципе, вообще все сайт-квесты и вообще открытый мир. Но загадки Ридлера это в первую очередь. Потому что он постоянно пытается тебя троллить. То есть говорит, что ты тупой, а он умный. Ты не решаешь его загадки. И, соответственно, в тебе начинает себя любие, самолюбие. Короче, взыгрывать. И ты такой, господи, да кто он такой? Да я решу все его загадки. А потом думаешь, да нахрена мне это нужно? Но то, что за время игры он растет тебя, наверное, вот это вот пытается униеть, это, конечно, подбешивает. Короче говоря, что я хочу сказать. Не знаю, как обычно растекся мыслью по бумаге. Но, по сути, Batman Arkham Knight великолепная игра. С очень крутым миром, с очень крутыми персонажами. То есть реально левых персонажей нет. Даже в сайт-квестах Deathstroke, несмотря на то, что ты там видишь пару-тройку секунд от силы, даже с ним интересно, в общем. Ну, короче говоря, много интересных персонажей. Повороты сюжета, которые даже меня, человека, который, ну вот, про Бэтмена не сильно там усведомлен. Реально у меня уворачивали мозг. И общая вот эта вот посуровевшая какая-то картинка. Не знаю, запустите, я не знаю, Batman Arkham Asylum. И почувствуйте, как говорится, разницу с Arkham Knight. Не в том плане, что графон шагнул вперед, а он неплохо шагнул вперед. И это, наверное, сейчас одна из самых красивых игр на Unreal Engine 3.5. Ну, вроде они его так называют. Просто именно вот это вот все более взрослое. Пугало выглядит уже не как психопат. Он выглядит как реально какой-то убийца, который может, ну, убить страшное такое чудило огромное. Arkham Knight похож, скорее, на какого-нибудь, я не знаю, киборга-ниндзю из Metal Gear 1 и тому подобное. То есть персонажа интересная. Накал, градус идиотии растет постоянно и растет вверх. Там постоянно происходит такое, что ты просто думаешь, господи, как после этого Брюс Уэй вообще останется, собственно, Бэтменом-то. И финальный сюжет, ну, финальный момент, там, после того, как вы, собственно, проходите игру, если вы выполните сайд-квесты, это не спойлер, то вы сможете получить секретную концовку. Соответственно, вот эта вот секретная концовка, она много расставляет по местам, по сюжету и по тому, чем же, собственно, все заканчивается. Это уже нет сомнений, что это окончание. И Rocksteady уже ходят слухи, что они делают игру про Супермена, то есть тоже по вселенной DC. Там показали, ну, какой-то уплыл скриншот с закрытой демонстрацией на Е3, по-моему, про Супермена, Калл Элл, там его описание, как вот это вот в Бэтмене ты описание персонажа читаешь, тут то же самое рост, там рот занятий, сильные и слабые стороны и тому подобное описание персонажа. Только в стилистике уже Супермена. Так что, собственно, вот такие дела. За это время еще показали, кстати говоря, трейлер Бэтмен против Супермена офигенный. Но при этом, я не знаю, я не могу сказать, люди там просто кипятком писают от счастья. Я не могу сказать, что он меня дико впечатляет. То есть, с одной стороны, в отличие от фильмов Нолана, здесь венрарный, то есть, как-то каноничный Бэтмен. Но я просто африка не вижу в этой роли. Супермен, персонаж, который играет Супермену, он мне не нравился еще в оригинальных фильмах. Ну, то есть, Зак Снайдер, который снимал оригинальные фильмы, он говорил, что вот, этот персонаж отлично подходит на роль Супермена. А, по-моему, он вообще никакой. Пусть у него лицо не запоминающееся. Но это только мое мнение. Короче, оба персонажа мне не нравятся. Но именно то, что показывали в трейлере, это просто вообще безумие какое-то. Очень круто, очень эпично. Показали трейлер «Отряд самоубийц». Это тоже фильм про, ну, собственно, вселенную Бэтмена и Супермена, то есть DC. И там показывают, как Харли Квинн, допустим, там, ну, Бэйн и тому подобное. В общем, их собрали вместе, чтобы руками отпетых негодяев и убийц, ну, собственно, чтобы они спасли мир. Не знаю, там, мне сказали, по-моему, что, типа, если ты не будешь это для нас делать, то мы тебя грохнем и тому подобное. И они просто вынуждены заниматься хорошими делами. Ну, если это можно назвать хорошими делами. В общем, оба трейлера рекомендую, если вы еще не видели, посмотрите. То есть «Отряд самоубийц» и «Бэтмен против Супермена». Это просто круто. Ой, короче, ладно, давайте на самом деле на этом попрощаемся. Я с вами не договорил, но просто у меня разряжается видеокамера, поэтому, наверное, поговорим об этом в следующий раз. Короче говоря, просто я хотел сказать, что я сейчас в свободное время зависаю в «Ассасинскрипт Блэк Флаг», потому что он крутой и мне очень нравится. Вот. По остальному мы с вами поговорили. В общем, посмотрите трейлеры «Бэтмен против Супермена», посмотрите трейлер «Отряд самоубийц». И если у вас есть возможность, но при этом раньше вы отникали, поиграйте «Бэтмен Аркем Найт», потому что он, по сути, очень крутой, но при этом идите только по сюжету. Только по сюжету. Пойдете влево-право возненавидеть эту игру, потому что, во-первых, тупое дрочиво, а во-вторых, очень скучно. Но именно по сюжету, если пойдете, то будет очень круто. Вот. Последние новости. Среди прочего, паук, манекен, все очень плохо, девочка. Что у меня там? Чего я еще боюсь? Не знаю. Я думаю, вспомню потом. Фалмеров еще боюсь. Но фалмеров лучше не присылайте, потому что иначе я там точно, конечно, поеду. Не знаю, как будет следующий подкаст. Постараюсь в следующую пятницу, но когда я вам обещаю, в итоге ничего не получается. Так. В общем, быстро, по итогам. Ведьмак, отдыхаю, плохо себя ведете. Отдыхает ведьмака. Поэтому либо я его буду выпускать, не открывая комментарии. Потому что, я не знаю, политика срач или консоли срач, это, я не знаю, каким дебилом надо быть, я честно, на прямоту. Обижайте меня очень сильно в этом плане. Хоть не заходи в комментариях. 60 секунд, корроры и тому подобное. В общем, будет всякое интересное. По поводу кого-то, не знаю. Короче, ладно, давайте, собственно, прощаться. Всем пока. Скомканный подкаст. Весь сумбурный, весь какой-то вот такой вот. Но зато анбоксинг делали. Спасибо, что остаетесь на канале. Спасибо, что смотрите. Будет много всего интересного. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...